Доброго времени суток! Карина, сейчас мы будем сканировать твою дочку прекрасную. Карина мой админ, моя помощница, красавица и умница. И она обратилась ко мне для того, чтобы я провела шаманское сканирование ее дочуре. Дочура маленькая, ей всего два годика, 22 года рождения она. И как можно раньше мы решили посмотреть, что за душа, для того, чтобы более бережно, эффективно направлять ее в этой жизни. И по максимуму раскрыть ее потенциал, помочь ей раскрыть потенциал, помочь ей как можно скорее выйти на предназначение, на свою, на свою миссию. И показать себя этому миру, проявить себя этому миру. Итак, Юна, наша драгоценная маленькая девочка, рождена под покровительством бога Велеса. Бог Велес – это славянский бог пантеона, богу Фра. Его число 22. И Юна родилась именно 22 числа, 22 апреля. Вообще, бог Велес – один из самых мощных покровителей. И это огромная честь находиться под его направлением, находиться в его канале и нести те алгоритмы, которые заложены непосредственно в этой энергоинформационной структуре. Под богами мы подразумеваем великие разумы, энергоинформационные структуры. Когда-то в других матрицах они действительно могли присутствовать в виде физического тела, человеческого, более мощного человека, чем сейчас в телах великанов, других рас, которые проживали на нашей Земле. Сейчас они присутствуют исключительно в виде разумов, в виде программ. И сейчас я объясню, что это такое, более расширено, чтобы было более глубокое представление по данному вопросу. Бог Велес является не только богом колдовства, богом магии, богом защитников природы и животных, в том числе скота. Это небольшая ссылка к информации в интернете, потому что в основном пропагандируется, я бы именно так сказала, что бог Велес защитник скота, бог всех колдунов, магов и такой бог и нашим, и вашим, я бы сказала, бог трехмерия. Более расширено про него. Прежде всего, бог Велес – это величие, величие рода, величие матери природы. И основная из его функций – это величие, чувство величия, быть человеком, являться человеком. То есть это алгоритм, который способствует взращиванию человеческих качеств в людях. Быть человеком, называться человеком с большой буквы в нашем мире в последние десятилетия стало очень сложным, поскольку все направлено для того, чтобы люди друг с другом вступали в конфликтные взаимоотношения и проявляли свои теневые аспекты. Но на все есть воля богов, на все есть божественный план, и именно в проявлении теневых аспектов большое количество душ начинает свой путь пробуждения. Величие в человеке – это прежде всего гуманность, это прежде всего доблесть, это уважение к матери природе, к великому аспекту женского начала, к матриархату в его истинной форме. То есть это глобальное понятие уважения и любви ко всему живому, которое находится вместе с нами в нашем мире, и в том числе и к животному миру, и к растительному миру, и к миру минералов, и к миру растений, соответственно, и ко всему, что мы здесь наблюдаем, видим своими глазами, ко всему тому, что развивается вместе с нами здесь. И величие в человеке есть не его способность носить корону на голове, зарабатывать большие деньги, являться каким-то определенным, играть какую-то определенную социальную роль и носить определенную социальную маску, быть, допустим, каким-то руководителем или каким-то другим деятелем. Величие прежде всего заключено в маленьких деталях, в деталях быть человеком. Это ваше отношение к братьям нашим меньшим, это отношение к потреблению воды, к потреблению пищи, это отношение к роду, отношение к другим родам, отношение к другим расам, к другим цивилизациям. Это осознанный выбор, разумный выбор, который делается сердцем, разумом, который имеет под собой основу, определенную традицию, который не связан с религиями, не связан с эгрегориальным пространством, а именно показывает и формирует в вас человечность. И Велес именно про это, про человечность, про величие быть человеком, поступать как человек, защищать в моменты необходимости слабого, подавать руку ближнему, когда это необходимо, уметь эмпатически сочувствовать, сопереживать боли ближнего своего и относиться к этому с сердцем. Это любовь, это любовь, это объединение в его истинном виде, в истинном формате. И Юна, она рождена в канале данного бога, и в ней уже заложены данные алгоритмы, и они будут проявляться каждый год всё больше и больше. Я хочу немножко напомнить сейчас Карине, произнести на слух, потому что я уверена, что данное видео останется, и когда Юна сможет уже говорить хорошо и смотреть, она послушает и посмотрит данное видео, поэтому будем обращаться к ней. Немножко напомню про атрибутику бога Велеса и про основные моменты, которые необходимо будет запомнить и передать Юне. Ещё раз хочу сказать, что значит величие. Величие есть честность, есть доброта, есть воля, есть дух, есть независимость, есть индивидуальность, есть самодисциплина. Юне положено по её воплощению, с тем сценарием, с которым она сюда пришла, поднять величие рода, в котором значится Карина. Она будет первой женщиной, которая сформирует понятие величие рода, возродит это понятие, даже скорее не сформирует, а возродит в вашем роду её. Поскольку у нас очень многие родовые системы распались, практически все, в основном все родовые системы отдали в определённые моменты исторические свои права и практически перестали функционировать в том виде, в котором были раньше. Но так или иначе отголоски великих родов, отголоски сильной крови, хранители этой крови, они являются. И они присутствуют на планете Земля, и, конечно же, это большая честь быть воплощённым в данных родах. У Карины сильный род, древний сильный род, она является носителем сильной крови, и Юна не просто так выбрала её, как мать. Она будет возрождать это чувство величия рода, и с неё начнётся новое исчисление, если можно так выразиться, летоисчисление нового витка, новой ветви рода Карины. Это необходимо запомнить, это очень важно. Что мы подразумеваем под атрибутикой богов? Атрибутика богов – это те материальные объекты, которые присутствуют в нашем пространстве, формы, которые помогают нам синхронизироваться с богами, синхронизироваться с этим великим разумом, каналом которого мы являемся. То есть то, что помогает наиболее эффективно соприкоснуться и войти в канал своего бога. Итак, атрибутика Велеса. Прежде всего, это синий цвет, поэтому Юну уже с таких маленьких лет рекомендуется, я рекомендую одевать в синий цвет, чтобы было много, чтобы было преобладание синего цвета, чтобы была синхронизация с синей волной, с синей световой волной. Это очень мощная, очень высоковибрационная, частотная, красивая волна. Далее, из деревьев, из растительного мира – дерево черемуха. Животное, которое является также атрибутом бога Велеса. Это известные всем животные – бык или волк. А также волк, медведь и ворон. Конечно, нет такой возможности, я думаю, на данный момент иметь волка дома у себя, но можно завести собаку. Это очень важно. И иметь перья черного ворона, точно так же, как атрибут, как символ, как амулет. Юне по ее предназначению, по ее сценарию будет прописана, уже прописана, одна из функций защиты животных, защиты растительного и животного мира. И чем раньше она соприкоснется непосредственно вместе с ним, тем лучше. Поэтому я рекомендую ее маме, Карине, завести собаку. Лучше спасти уличную собачку из какого-то приюта или кошечку, которая вдруг может приблудиться, каким-то образом появиться. И воспитывать юну вместе с кошечкой или с собачкой. Но здесь идет прямо прямое послание. Это собачка. Собака, хорошая собака, прекрасная. В дальнейшем юна проявит себя в волонтерской деятельности. Она будет помогать. Она будет помогать информационно. У нее очень сильный информационный канал. И она будет связана с миром животных напрямую. То есть это будет человек, который будет помогать и пристраивать животных. И возможно будет какой-то у нее фонд, который будет помогать животным. Поскольку в ближайшие годы нас, конечно, ждет очень сильная перестройка. Но когда мы войдем уже более-менее в новую эпоху, то, конечно же, отношение к животным, которые будут рядом с нами, будет меняться. И будут совершенно новые проекты, которые будут помогать проходить реабилитацию брошенным животным, менять популяцию, менять виды, менять породы, возвращаться к аборигенным породам. Будут очень большие изменения. И она будет участвовать в этом. Поэтому рекомендуется начать уже сейчас. Подумайте, пожалуйста, об этом в вашей семье, чтобы соприкоснуться с этим уже сейчас. Еще из атрибутов Велеса является, одним из атрибутов является минерал сапфир. Поэтому если есть возможность купить сапфир, то это будет очень хорошо. Июна будет находиться в контакте с сапфиром. Это либо кулон, либо просто камушек, который можно будет класть ей под подушку. Он будет ее гармонизировать, успокаивать чрезмерную активность и заземлять. У нее очень сильно проявленная энергия эфир, эфира огня и эфира земли. Огонь и земля. Это прекрасное сочетание, с которым она научится работать. Огонь и земля, они вдвоем, вместе, в союзе, они друг друга усиливают и друг друга балансируют. Тот огонь, который есть у нее, будет позволять ей материализовывать ее мечты, ее чаяния сердца, которые записаны в ее сценарии. Земля поможет ей быть успешной, твердо стоять на ногах и поможет ей добиваться своих целей всегда. И проявит в ней женские аспекты женщину. Очень важно, как можно раньше, научить ее, показать ей, направить ее в сторону принятия в себе аспекта женственности, женского начала. И транслировать ей красоту женского тела, транслировать ей красоту природы, не бояться показывать ей красоту женского и мужского тела. То есть демонстрировать, конечно, не пошло, эстетично, но не стесняться этого. Она не должна стесняться своего тела, она должна любить свое тело. Вот в этом аспекте необходимо работать. В ней по ее сценарию заложена проработка женского аспекта и именно со стороны женственности, красоты и уверенности в себе. И она, слава богам, не несет родовые программы, обесценивающие женское начало. Она уже изначально будет очень уверена в себе, но здесь необходимо ее гармонизировать, сбалансировать немножко, потому что эта уверенность может немножко зашкаливать. Поэтому нужно вести, девочку нужно вести, девочку нужно направлять. С малых-малых лет, вот прям с малолетства, у нее дар к языкам, к принятию информационных потоков, к языкам, к языкам, таким как китайский и таким как японский и даже корейский. Ее будут интересовать эти страны, ее будут интересовать такие страны, как Монголия, как Казахстан, ее будет интересовать северная часть России, поскольку были воплощения этой души, которые проходили уже на территориях, в других более развитых системах, матрицах. И будут воспоминания прошлого, будут воспоминания о Японии, будут воспоминания о Монголии в том числе. Ребенок душа опытная, душа с очень большой бытийной массой, душа с психотипом ребенок. Здесь нужно будет понимать Карине сразу же, что возможно будут такие заявления у нее капризные, будет капризничать, будет проявлять такой вот характер. Я хочу и все тут, я самая умная, я самая красивая. Здесь нужно четко знать, что такое психотип ребенок, психотип мать сознания и гармонизировать данные виды психики. То есть объяснять уже изначально, что это такое, как жить с данным видом сознания, на что обращать внимание и как взаимодействовать с окружающим миром, прежде всего, как взаимодействовать с собой. Очень важные даты у юны это 4 года, 8 лет, 12 лет, 17 лет, 22 года, 27 лет и 33 года. К моменту становления ее уже как прекрасной, молодой, восхитительной женщины к 33 годам, она сумеет раскрыть весь свой потенциал и проявит себя, возродит права рода, возродит силу родовой системы родов, в которой она находится, укрепит его и продолжит род. Если все пойдет так, как должно пойти. Она взяла очень много силы и прав при входе в воплощение. Ребенок стабильный, душа стабильная, душа кармически не обремененная, как очень многие дети, которые приходят в данный период времени, они не обремененные. Это обнуленная карма и приходят они исключительно уже по каналам наших великих, древних космических богов, сильнейших богов, сильнейших программ. Поскольку следующая система, она будет связана именно с ними. Это возвращение нового, старого, так скажем, возвращение и в другом формате, в другом виде. И это будет очень красиво и очень... Мы все этого очень ждем, кто являются каналами древних космических богов, у кого очень мощная связь с нашей ячейкой, с планетой, с Землей. Кто является основателем, так скажем, первооткрывателем пространства Земли, этой великой школы. Мы все этого ждем. И возрождение природы, возрождение всего самого такого природного, красивого, могучего, естественного, стихийного, магического формирования новой реальности. Каждый будет формировать свою реальность. И Аюна, она до такой степени виртуозно уже умеет управлять реальностью, что ее мать порой не понимает даже, что происходит, почему так происходит. Но она знает уже все. У нее открытый дар ясновидения, открытый дар яснознания. Очень сильно развитый магический канал, который она унаследовала по женской линии рода Карины. И она уже знает, как всем этим пользоваться. Она будет прекрасно считывать людей. Она не будет ошибаться. Единственное, когда она будет ошибаться, только в том случае, когда именно сознание с ее психотипом, с психотипом ребенка, будет настаивать и говорить ей, возьми свое, возьми свое, мы так хотим. Вот эта вот программа такого эгоцентризма. И там, возможно, где-то будут перегибы. И это будет считано как за ошибку. Но у нас все принято считать здесь за опыт. Поэтому это скорее поможет ей и поможет увидеть себя со стороны. Людям с психотипом ребенок, так же, как и с психотипом мать, конечно же, необходимо разбираться, что это за психотип. И понимать свои сильные стороны, свои слабые стороны проживания с данным психотипом, с данной программой. И где-то себя немножечко держать в узде, где-то, наоборот, себя отпускать на свободу. То есть умело управлять своей психикой. Карина знает, что это такое. Это хорошо. Мы в школе Акилава имеем возможность узнать, что это такое. Я имею возможность передать знания о многом. Июна будет связана с IT-деятельностью и с новым видом использования IT-технологий. Она будет связана с искусственным интеллектом, с разработкой программ и с их внедрением в жизнь людей. Здесь необходимо понимать тот аспект, что это очень важно для неё, поскольку у неё идёт очень сильная связь с огнём. Огонь – это всегда идеи, она инноватор. Она пришла сюда с открытым творческим каналом, она будет принимать реально новые идеи. И здесь очень важно балансировать, очень важно прокачивать и регулировать энергию эфира огня с эфиром Земли, чтобы не было перекосов, поскольку огонь съедает всё, он может поглотить абсолютно всё. И его необходимо балансировать, регулировать с эфиром Земли, чтобы не было взрыва вулкана. Здесь необходимо иметь возможность находиться как можно больше с Землёй на Земле, работать с Землёй, взаимодействовать с Землёй, получать информацию от Земли, научить юну изначально. Это, естественно, опять отголосок к тому, что необходимо просто домашнее животное, необходимы цветы, которые будут дома находиться, да, расти. То есть это разведение цветочков, возможно, рыбки, если нет возможности собаки, то морские свинки, хомячки, птички, что-то, что живёт и любит, и хочет, чтобы о нём заботились, да, что не может заботиться само по себе, за себя. С малых лет показывать, что есть ответственность и что есть безответственность. Направлять в это направление, учить, направлять, показывать, что может произойти, если ты не проявишь ответственность, какие последствия могут быть, да. Во многом бывают трагические последствия, если не углядишь где-то за животным, да, и оно что-то не то скушает, либо скушает, недокушает и может умереть от голода. То есть изначально ребёнку это прививать, показывать и направлять. Рекомендуется иметь, конечно, дачу, либо жить на природе, большой контакт с водой, водные процедуры, общение с водой, чтобы ребёнок не боялся воды. И земля очень любит воду. И проявление таких качеств, как любовь изначально, да, учить, показывать, что такое любовь, что такое забота. Забота, поскольку с психотипом, с сознанием ребёнок, им этого не хватает. Они сами дети, они хотят, чтобы их любили и вокруг них прыгали, бегали и всё им разрешали. Но здесь нужно транслировать и показывать и это, да, заботиться, обожать. И плюс показывать, как необходимо заботиться о другом человеке, о животном, о людях, которые находятся рядом с тобой, в твоём окружении, которые считаются близкими тебе, да, это необходимо знать. Значит, основные направления – это IT-технология, это изучение языков и обязательное взаимодействие с животным и с растительным миром. У неё будет очень много идей, очень много проектов, но основные направления эти. Поэтому рекомендую выбирать детские садики, не государственные, по возможности, какие-то, где есть направления, которые я уже перечислила, в том числе и школы, разрешать ей делать то, что она хочет, ни в коем случае не подавлять, давать ей возможность проявления творческого канала. Она будет прекрасно рисовать, у неё будет активен голос, она сможет голосом формировать событийные ряды. Это прекрасное качество использования голоса. Она будет обладать очень сильным магическим потоком и, возможно, будет действовать на вас гипнотически, на всю вашу семью. Но так или иначе, всё будет во благо, во благо вам. Ребёнок феноменальный и гордость семьи. Поэтому не профукайте, не давите, не напрягайте. Этот ребёнок знает всё сам и будет ещё вас учить, как нужно жить. Относитесь к этому спокойно, принимайте советы и просто находитесь в потоке данного ребёнка. У неё будут также проявлены ещё и целительские, так скажем, функции. Сможет исцелять через руки мыслью, мыслеформами. Телепатическое общение в ней будет проявлено к пяти годам. И очень мощная функция по запоминанию информации, по передаче информации другим людям. То есть это сверхребёнок. Нужно понимать, что это уже сверхсознание, которое здесь находится. Беречь, оберегать, любить. И всё, больше ничего делать не нужно. И гордиться своим ребёнком так, как вы гордитесь собой. И так, как вы хотели бы, чтобы гордились вами окружающие. Наверное, это всё. Я надеюсь, что информация помогла и поможет. И всё будет хорошо согласно расписанию, согласно воплощению и согласно плану великому. Это всё. Благодарю.